Вы слушаете канал жаж.клаб.каблуки. Практически каждая женщина имеет обувь на каблуках, да и мужчины носят туфли, сапоги, ботинки на каблуках. Множество поводов есть для такой обуви, это и праздничные мероприятия, и каждодневные будни. А кто задумывался, какие виды каблуков бывают? Если так, навскидку, то любой скажет, что знает, шпильку, танкетку, рюмочку. А ведь есть еще классический каблук, плоский каблук и дыре. Когда появился первый каблук и кто его придумал начнем с того, что слово «каблук» тюркского происхождения, да и в арабском языке слово «каб» уже в VII веке обозначало «пятку». Но, как утверждают историки, каблуки, как элемент обуви, появились значительно раньше, в глубокой древности. Потребность в каблуках возникла, скорее всего, из практических соображений, из-за удобства. Это уже значительно потом появилась потребность в красоте и моде. Человек, который носил свою, к примеру, незамысловатую кожаную обувь, стал замечать, что на пятках она стирается о землю больше всего. Поэтому при изготовлении обуви из шкуры животных пятки утолщали, нашивали больше кожи. Такие кожаные «тапочки» с утолщенными пятками обнаружили в 1928 году в Китае. Этим тапочкам с «каблуками» почти 3300 лет. А в Древнем Египте обувь с небольшими каблуками носили люди низших сословий. Еще раньше, почти 4000 лет до нашей эры, каблуки помогали крестьянам передвигаться по рыхлому песку. Считается, что египетская обувь с каблуками затем попала к древним римлянам и грекам. Актеры античных театров обували обувь с каблуками, чтобы выглядеть выше ростом перед зрителями. В конце шестого столетия нашей эры каблуки достигли японских островов. Носили такую обувь японские гейши, свое кимоно они оберегали от уличной грязи. В XI веке каблуки распространились по всей Европе. Воины-наездники обували сапоги с каблуками, чтобы крепче держать ноги в стремени. Только вот почему-то в 1249 году французские власти запретили простым людям носить обувь с каблуками. Каблучная обувь доступной стала лишь представителям богатых и знатных семейств. Но запретный закон продержался всего лишь несколько десятилетий и о нем забыли. Примерно с середины XVII века во многих европейских странах пошла мода по регламентированию высоты, толщины и цвета каблуков. Так, при монарших дворах обувь носили с красными каблуками, за пределами королевских покоев каблуки могли быть и другого цвета. При изготовлении обуви появилось различие между левой и правой ногой. Высота каблуков увеличилась, особенно в женской обуви знатных дам. На балы к королю богатые модницы обували туфли с такими большими каблуками, что служанки вынуждены были их поддерживать под руки. После французской революции 1789 года развитие обувной моды с высокими каблуками на европейском континенте приостановилось, стиль жизни повсюду упростился. Свою популярность в быту заявили туфли без каблуков или с очень низким каблуком. Так продолжалось чуть больше шести десятков лет. Но в конце XIX века в Европе снова стала просыпаться мода на каблуки. Сперва каблук был достаточно толстым, и вот в 1930-х годах появляется первая «шпилька». Ей помешала Вторая мировая война. Однако после нее «шпильку» уже изготавливали многие французские и бельгийские фабрики. И, наконец, в 1950-х годах благодаря дому моды Диор, Кристиан Диор, «шпилька» произвела мировой космический фурор, женщина стала выглядеть на подиуме более стройной и элегантной. Здесь речь не шла об удобстве и практичности обуви, красота победила всех. Высочайший каблук визуально вытянул женский силуэт, что очень, кстати, нравится мужчинам. На этом и сыграли обувные дизайнеры Диор, женщина на «шпильках» становилась более яркой и фантастически красивой. Так, через пять с половиной тысяч лет высокий и красивый каблук окончательно победил его практичность и удобство. Хотя не забываем, что мода всегда жила по своим цикличным законам, поэтому все еще может измениться. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.